Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы встретились здесь, в гостеприимном и уже знакомом вам зале Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, который теперь получил другое название, гораздо более звучный, значимый национальный научно-практический центр. Для того, чтобы обсудить одну из самых сложных и наболевших проблем детской онкологии, малоизвестной нашим слушателям и нашим телезрителям, это проблема эпидуральной компрессии у пациентов с солидными новообразованиями на примере нейрогенной опухоли нейропластома. Я бы хотела представить докторов и специалистов, сидящих в нашей аудитории, докладывать и рассказывать о клиническом случае. Будет ученый-секретарь Института онкологии Татьяна Викторовна Шаманская. Неврологический статус нам поможет описать и рассказать о неврологическом статусе пациента и его изменениях. Невролог Светлана Прокофьевна Хомякова, присутствующая здесь. О первом этапе реабилитации ребенка, который проходил на момент пребывания ребенка на койке в нашем центре, будет рассказывать удивительный доктор, руководитель реабилитационного подразделения нашего центра Николай Николаевич Митраков. О хирургических особенностях проведения операции у данной пациентки расскажет один из самых талантливых, самых ярких хирургов, работающих в нашем центре, Евгений Сергеевич Андреев. Конечно, мы не могли сегодня обойтись без помощи и поддержки, за что отдельно благодарим руководителя нашего научного реабилитационного центра «Русское поле» Александра Федоровича Карелина, который проводит огромную работу по реабилитации у пациентов со всей территории Российской Федерации. И реабилитация доступна не только ребенку, но и его семье. В том случае, если ребенок пережил тяжелое заболевание, включая злокачественное новообразование, о чем он чуть позже расскажет на примере данной пациентки. Конечно, одной из основных и, безусловно, важных ролей играет мой коллега, доктор, с которым мы работаем очень многие годы, Денис Юрьевич Качанов, заведующий отделением. Клиническая онкология нашего центра, которая специализируется на лечении опухоли у детей раннего возраста. Безусловно, никакая работа не была бы возможна без участия нейрохирургической службы, которую возглавляет нейрохирург Сергей Сергеевич Озеров. Огромное спасибо, я хотела бы сказать, службе визуализации, которую возглавляет у нас доктор Терещенко, которой сегодня нет, и она делегировала свои полномочия коллеге, присутствующим здесь, который представит себя сам. Скажите, пожалуйста. Я врач-рентгенолог Семин Кирилл Сергеевич, работаю здесь уже в течение двух лет и проходил ординатуру на этой базе. Молодые, талантливые врачи, мы всегда рады, что они в наших рядах, и рядом с Сергеем Сергеевичем находится один из наших самых любимых и самых важных для нас специалистов. Это специалист по ядерной медицине Юрий Николаевич Ликарь. Юрий Николаевич прошел огромный путь, и он воспринимал участие в наших разборах. Дорогие телезрители, вы его знаете, помните, его комментарии всегда отличались очень большой информативностью, они всегда сложные, они технологически обеспечивают нам с вами понимание очень непростых вопросов, связанных с ядерной медициной, которая только начала развиваться в нашей стране. И мы пригласили за наш стол экспертов нашего молодого коллегу, доктора, которым мы работаем уже довольно длительное время, но который по-прежнему еще представляет молодое поколение врачей, Денис Валерий Шевцов, который принимал участие в лечении этого пациента и в отношении лечения целого ряда других пациентов с подобной патологией. Ну и вы видите большое количество наших молодых специалистов, которые пришли послушать разбор данного клинического случая. Мы не зря выступаем в рубрике «Лучшие клиники России», это «Лучшая клиника России», и с этими словами я хочу передать слово Татьяне Викторовне Шаманской. Спасибо, Татьяна Викторовна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Начиная с того времени клинического случая, мне бы хотелось коснуться анамнеза жизни ребенка. Он имел очень важное значение, так как нормально потекавшаяся беременность, она осложнилась тяжелыми родами на 41-й неделе, сопровождавшуюся длительным безводным промежутком, и с первых суток жизни ребенок попадает в тяжелом состоянии в отделении реанимации с диагнозом врожденной пневмонии, с дыхательной недостаточностью, клиником отека легкого и длительное время находится на искусственной вентиляции легких. И эта неврологическая картина, которая отмечалась у ребенка с рождения, она приктовалась как перинатальное поражение центральной нервной системы, и уже с первых суток жизни ребенка наблюдал невролог. Однако в возрасте 8 месяцев родители заметили ухудшение неврологического статуса, а именно появилась дополнительная слабость в ногах. Ребенок в свои 8 месяцев не мог самостоятельно ни сесть, ни ползать не мог. И родители дополнительно обратили на это внимание, и ребенок был госпитализирован в отделении неврологии с диагнозом задержка психомоторного развития. И при проведении обследования в этом отделении было выявлено по данному звукового исследования брюшной полости образование забрюшинного пространства, что очень осторожило врачей. И пациенту в экстренном порядке была выполнена компьютерная томография брюшной полости, которая подтвердила наличие забрюшинного локализованной опухоли, и кроме того выявила такой очень грозный дополнительный компонент, а именно распространение в спинномозговой канал, что и могло вызвать такую неврологическую клинику. И пациент в экстренном порядке был переведен в наш центр. Возраст на момент поступления к тому времени составлял 10 месяцев. Соматический сатус ребенка был достаточно удовлетворительным. Ребенок не лихорадил. У него был нормальный массовый ростовые показатели со стороны сердечно-сосудистой системы, легочной системы, также не было никаких патологических изменений. О неврологическом статусе расскажет нас невролог, который увидел ребенка прямо непосредственно в приемном отделении Степана Прокофьевна. Задержку развития ребенка можно было бы объяснить перинатальной патологией. Не сидел, не ходил, не стоял, но обращает на себя внимание, что у ребенка наблюдалась очаговая симптоматика. У него была слабость на пароксимальных отделах ног, у него была гипотрофия одной из ног и сниженная, в принципе, двигательная активность ног. Ходить он не мог при поддержке подмышки, у него существовал шаговый рефлекс. Сухожильных рефлексов на ногах не было, что объяснялось не перинатальной энцефалопатии, скорее всего, объемным образованием. Со стороны черепно-мозговой иннервации и, скажем, психического развития претензий к развитию ребенка не было. Ну и, конечно, учитывая возраст ребенка, локализацию опухоли, в первую очередь мы думали о нейрогенном природе образования, поэтому все обследования, которые были выполнены прямо с первых часов поступления ребенка в нашу клинику, они были направлены на исключение или подтверждение этой природы. Мы видим, что среди онкомаркеров значимое повышение нейроноспецифической налазы, несколько повышен уровень ферритина. При морфологическом исследовании продукта костного мозга опухолевые клетки обнаружены не были. И в первые же сутки ребенку выполнена магнитно-резонансная томография с контрастным усилением позвоночного столба. И Кирилл Сергеевич сейчас более подробно покажет нам визуализационную картину. Ну, пока мы готовимся к тому, чтобы показать картинку, я бы готова. Хотела бы, извините, пожалуйста, Кирилл Сергеевич, очень коротко задать вопрос. Светлана Браковича, Неслана Браковича, скажите, пожалуйста, вы были первые врачи, которые увидели, что у ребенка есть сторонность поражения, что есть изменения, касающиеся именно того, что вы назвали очаговой симптоматикой. Или ранее все специалисты описывали только задержку нервно-психического развития и на задержку развития моторных пунктов. Но она была не грубо выражена, больше указана на задержку психического моторного развития, потому что у ребенка для этого был специфический аналог. Ну, а чиновости вы знаете, зная уже, что... Спасибо большое. Спасибо, Кирилл Сергеевич, пожалуйста. Как на первичном ОРТ-исследовании определяется объемное солидное образование, накапливающее контрастный препарат, расположенное в загрешенном пространстве парового пубра, на уровне от 12-го грудного до 4-го поясничного позвонка. Образование инвазирует через фрагментальные отверстия в позвоночный канал, смещает и компримирует татуральный мешок и конус спинного мозга. Образование расположено в интроканале на уровне от 1-го поясничного позвонка до 4-го поясничного позвонка. Объем его составляет 12 кубических сантиметров. Объем парового дебрального образования составляет 53 кубических сантиметра. Также интересно отметить, что на последовательности с подаврением жира стир определяется повышение сигнала от 2-го поясничного позвонка. Когда ребенку было проведено исследование, Татьяна Викторовна, наверное, было принято решение во время консилиума о том, какие должны быть дальнейшие действия. Да, когда мы увидели такую визуализационную картину, мы, конечно, увидели жизненно-грожающее состояние для ребенка. И учитывая, что, несмотря на то, что микрологическая симптоматика существовала с рождения, но в последние недели было отмечено резкое ухудшение, на первом этапе, конечно, было выбрано нейрохирургическое вмещательство. Мы вызвали сразу на консультацию нашего хирурга Сергея Сергеевича. И первым было принято решение об удалении экстратуральной опухоли спинного мозга. И Сергей Сергеевич более подробно расскажет. В нашем центре для доступа к спинному мозгу мы используем костно-пластическую аминотомию. То есть, в отличие от более старой методики, мы не резицируем задние дужки позвонков, а мы их выпиливаем единым блоком в начале операции. Получаем доступ к спинному мозговой каналу, а в конце операции мы их ставим на место, что позволяет восстановить целостность позвоночника. Вот после выпиливания дужек мы увидели такую картину. Вот это вот такая красноватая масса, которая находится между двумя ватниками. Здесь, по идее, должен был быть виден такой белый аккуратный дуральный мешок с спинным мозгом внутри, но никакого спинного мозга мы не увидели, потому что опухоль полностью окутывала весь дуральный мешок, сдавливала его. И вот вы увидите такую картину в начале операции. Далее опухоль была аккуратно удалена при помощи ультразвукового аспиратора с нейрофизиологическим мониторингом, который позволял идентифицировать и сохранить корешки спинного мозга. И вот в конце операции вы видите вот снизу вверх, в нижней части его тянется дуральный мешок, такой беловато-розовый, который был освобожден от опухоли. Он виден, что он смещен в сторону, и чуть выше видны там остатки опухоли и видны позвонки. Далее опухоль была удалена практически полностью, за исключением небольших фрагментов, которые были невозможно и безопасно отделить от корешков мозговых нервов. Далее был вот уложен выпиленный ранее костный блок задних дужек, и таким образом операция была завершена. А сколько времени она продолжалась? Она продолжалась порядка 3-3,5 часов. Что же происходило потом? Стандартом обследования таких больных является проведение магнитно-резонансной томографии через 48 часов от НАВИ хирургической операции. Мы выполнили это исследование, и Кирилл Сергеевич расскажет визуализационную картину, которую мы получили после операции. Итак, на МРТ через 48 часов после операции определяется расправление дурального мешка. Однако сохраняется на уровне L2-L3 мягкотканный компонент линейной формы, и объем этого мягкотканного компонента занимает менее 35% от просвета позвоночного канала. Также мы видим, что сохраняется высокий сигнал второго поясничного позвонка. Спасибо, Кирилл Сергеевич. Ну и то вистологическое заключение, которое мы получили, звучало как низкодефиренцированное нейрообластома, поэтому все дальнейшие шаги, которые были нами предприняты, это были шаги на поиск отдаленных метастаза попухолей. И здесь мы выполнили следующим исследованием. Это проведение синтикрофии с мета-йод-бензиоколонидином. И заведующий нашей службой радиозапопухоли в следующее, Юрий Николаевич, более подробно остановится на этом исследовании. На представленных изображениях синтикрофии с инобиржит мы видим, помимо нормального физиологического распределения радиофармпепарата, аномальный очаг накопления в проекции сброшенного пространства справа, очаг больших размеров, высокой интенсивности, который соответствует накоплению в опухоли, которая была описана ранее по данным МРТ. И дополнительно видим очаг низкой интенсивности, малых размеров, проекции лимбальных позвонков, который, вероятно, все соответствует накоплению в Л2 позвонка. Я попрошу Татьяну Викторовну показать следующий слайд. На представленном слайде это выполненная однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией, на котором достоверно видно накопление МЭБЖИ в образовании, расположенном в запрошенном пространстве справа, и мы видим накопление позвонки Л2. Фронтальные и сагитальные срезы, которые позволяют удостовериться в том, что действительно накопление в Л2 позвонки и накопление образования. Таким образом, подытоживая весь тот спектр обследований, который мы выполнили, ребенку был установлен диагноз, который звучал как низкодифференцированный на эрбластом заброшенного пространства с распространением спинного мозгового канала от 12-го к 1 позвонка до 4-го поясничного. И, конечно, перед нами стоял сложный диагностический случай, как оценивать изменения во втором поясничном позвонке, который мы видели и по синтикрофии с мета-йод-бензиоклонидином, и по данным магнитно-резонансной томографии. Проводился дифференциальный диагноз между непосредственным метастазированием и компрессионным воздействием опухоли. Мы провели несколько дообследований, выполнили также компьютерную томографию, и посоветовались с нашими иностранными коллегами, которые тоже занимаются изучением и лечением нейробластомы. И, таким образом, эти изменения были трактованы как компрессионное воздействие опухоли. И стадия заболевания у данного пациента была установлена вторая в рамках международной системы стадирования опухоли-симпатической нервной системы. Извините, Татьяна Викторовна, а если бы Вы предположили и смогли бы доказать, что это статическое воздействие, как бы это повлияло на судьбу ребёнка? И сейчас бы, например, Вы могли бы уже знать, что мы допустили ошибку по характеру течения? Да, мы не будем раскрывать все карты вперёд, мы расскажем об этом чуть-чуть позднее. Но это, естественно, повлияло бы на дальнейшую тактику ведения больного, и это бы сразу изменило стадию, и сразу бы изменило тот план лечения, по которому пациент в дальнейшем бы или наблюдался, или нечего. Можно было принимать такое решение? Да, очень сложно, мы очень долго дискутировались, всё это проходило в рамках нашей междисциплинарной конференции, куда всегда приглашаются врачи в визуализационной службы диагностики, обязательно компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии. Мы всегда приглашаем Ивана Николаевича, который нам рассказывает и показывает те находки, которые он обнаружил при выполнении стинтиграфии с МЭБДЖ. И если это необходимо, мы выполняем дополнительную стинтиграфию с техницием, используем какие-то все методы, и коллегиально уже мы приходим к тому или иному уровню. Спасибо. Ну вот у данного пациента была установлена вторая стадия, и ввиду отсутствия неблагоприятных цитогенетических характеров, таких как амплификация генами КМД или Ц1В, пациент в рамках протокола НБ-2004 был отнесен в группу наблюдений, и учитывая, что жизнеугрожающие симптомы мы уже купировали, мы купировали симптомы эпидемиальной компрессии, пациенту не было показано продолжение химиотерапии, пока он находится в отделении на восстановительном периоде, и вот через две недели от нейрохирургической операции были начаты активные реабилитационные мероприятия, и Николай Николаевич нам расскажет, какой там более подробный. На момент начала работы с реабилитологом у ребенка было 86 недель гестационного возраста, и несоответствие времени от генетического дефицита составляло 30-34 недели. Кроме того, имелась побережная асимметрия дефицита в виде снижения мышечной силы в нижних конечностях до 2-3 баллов. На первом этапе реабилитационном было проведено 8 занятий по методике Войта. За это время в пациентке отличался значительный регресс симптоматики и положительная динамика с нарастанием реального развития до 18-20 недель. То есть в конечном итоге при выписке пациентка соответствовала развитию до 64-недельного возраста дефицитационного. Спасибо, Николай Николаевич. Следующим этапом, который был выбран для пациента, это был этап удаления забрюшенного компонента опухоли, достаточно большого. И оперирующий хирург Евгений Сергеевич расскажет о том, как был выбран доступ и как проходил операцию. Но нужно сказать, что хирургическое лечение детей с местно распространенной нейробластомой всегда довольно-таки трудная задача для оперирующих хирурга. Значительно изменяется нормальная анатомия, патологический процесс зачастую вовлекаются магистральные, артериальные, гидонозные стволы, соседние органы. И оперирующий хирург должен обладать не только большим опытом, но и навыками реконструктивной хирургии, и микрохирургической техникой. Что касается данного пациента, мы выполнили лапротомию. Опухоль находилась в забрюшенном пространстве, значительно оттесняла правую почку. На верхней поверхности опухоля были распластаны и частично увлечены патологический процесс почечной артерии и вена. Опухоль была мобилизована от окружающих структур. Мочеточник был распластан над поверхностью опухоли. Опухоль удалена полностью. В тех местах, где образование проникало в позвоночный канал, опухоль пересечена и подвергнута коагуляции. Общий объем удаленной опухоли составил более 95%. Кровопотеря около 30 милей. Ну и в рамках протокола в дальнейшем мы наблюдали этого пациента. Через 3 месяца от операции было выполнено контрольное обследование. Магнитно-резонансная томография, которая показала наличие сердечного компонента опухоли паравертебральная и с синтеграфией самобиджи для оценки метаболической активности опухоли. На представленных изображениях синтеграфии самобиджи вы видите совмещенные как КТ изображения фронтальные сабитальные срезы. По-прежнему видим накопление проекции L2 позвонка. Видим небольшое накопление паравертебрального справа. Однако достоверно сказать, есть накопление в остаточном компоненте опухоли или нет по причине того, что рядом расположена почка и имеется физиологическое накопление в чашенолоханочной системе, достоверно нельзя. Таким образом, мы консистировали, что есть сохраняющиеся накопления L2 и достоверно нельзя исключить наличие в остаточном компоненте опухоли. Ну и учитывая хороший соматический статус, хороший неврологический статус, о чем сказал Парковский, нам сейчас более подробно. На смотре после операции ребенок восстановил свою двигательную активность на 90%. Ребенок ходил, немножко подтягивал ногу, при этом исчезли трофические нарушения, конечности вырвалились во мне. Психическое речевое размитие не страдало. Была некоторая мотворная неловкость, но это, скорее всего, было связано с ее перинатальной патологией. На одной ноге рефлексы сохранились, на другой, которая, видимо, пострадала немножко больше, который ребенок подтягивал, они отсутствовали. Ну и в дальнейшем ребенок был оставлен под динамическим наблюдением, тщательно. Это и со стороны нашего центра, и со стороны врачей регионального центра, там, где проживал ребенок. И, кроме того, в дальнейшем, о чем мы скажем чуть позже, ребенок проходил реабилитационные мероприятия. И вот на контрольном осмотре через 14 месяцев от момента операции, при проведении МРТ, мы видим только после операционного изменения, которые не копили контраст. И при проведении сцентографии с МИБДЖ, вы увидели следующую картину, которая вас порадовала. Да, мы видим, при контрольном исследовании представлены аксиальные срезы, совмещенные АФФКТ, полученные изображения, и, к счастью, для пациента и для нас, мы не видим никакого накопления в проекции Л2 позвонка, не видим никакого накопления в парароктебральной области, и для вас представлено инициальное исследование, где четко видно накопление через 3 месяца после исследования, сохраняется, и при контрольном исследовании не видно никакого накопления в проекции Л2 позвонка. Ну, таким образом, ответ по заболеванию трактовал как полный ответ, длительность наблюдения составит 14 месяцев, и при каждом посещении нашего центра ребенка обязательно смотрела врачный урок, Светлана Прокофьевна видела его, и при этом контрольном осмотре. На момент осмотра у мамы претензий к ребенку не было, то есть двигательные активы соответствуют возрасту, ребенок бегал, прыгал, сидел, стоял, единственное, что сохранялось в некоторой симметрии сухожейных рефлексов, но это не влияет на развитие ребенка. Татьяна Викторовна, можно задать вопрос перед тем, как перейдем дальше? Скажите, пожалуйста, а вот когда вы говорите о том, что динамическое наблюдение, у нас есть вопросы, которые уже стали появляться, и я сейчас такой вопрос адресую Александру Федоровичу, по реабилитации слушатели активно интересуются тем, что происходит, как развивается наше направление реабилитационное. А вот динамическое наблюдение – это что? Вот вы рассказывали, что видели через три месяца ребенка, или через четыре месяца. Все-таки приняв такое сложное решение и отказавшись от терапии. Вы же смотрели ребенка часто, или вы делегировались в полномочии Центра по месту жительства? Я специально задаю вопрос к Татьяне Викторовне, уважаемые телезрители, потому что всех пациентов катамнистической группы, которые приходят в наш центр, это минимум пять детей в день, смотрят Татьяну Викторовну. Поэтому я хочу спросить, как вы планируете этот режим? Большой посетительный режим. Но план катамнистического наблюдения, он складывается из очень многих позиций. Первая позиция – это, конечно, мультицентровая, мультидисциплинарная команда. Мы всегда активно сотрудничаем с региональными центрами, и большинство обследований по центру выполняют в региональном центре, приезжая к нам уже на контрольный осмотр. И посещая наш центр, они имеют только возможность посетить не только врача-онколога, но и узких специалистов, если возникают те или иные проблемы. Кроме того, если по месту жительства были выявлены какие-то изменения при проведении визуализационных методов, что требует проведения референсов визуализации, они могут с этой визуализацией приезжать к нам. И мы очень тесно работаем с нашей группой по визуализации, которую сейчас Кирилл Сергеевич представляет. И если есть какие-то вопросы, мы всегда совместно все это обсуждаем. Кроме того, в гардиспансерном наблюдении он строится строго в рамках указанных протоколов, конечно, имея какие-то определенные отклонения в зависимости от того, какое объем лечения пациент получил, в каком соматическом статусе он от нас выписывается. И, кроме того, исследование идет как бы в двух русах. С одной стороны, это контроль за опухолем и взрослым заболеванием, и второй вопрос, это контроль отдаленных побочных эффектов в зависимости от того, какую терапию получил пациент. То есть, если пациент получил химиотерапию, то в зависимости от тех препаратов, которые включали в блоки химиотерапии... То есть, вы смотрите органы, систему и шеи. Да, обязательно. Например, если пациент выполняет у нас статикографию с ММБДЖ, то раз в год он делает то есть и щитовидные железы, и определяет уровень гормонов. То есть, это всегда мы делаем обязательно вот такой у нас статарк обследования. И в процессе вот этого динамического наблюдения ребенок проходит следующие этапы реабилитации. Он едет в реабилитационный центр. Ну и часть обследований, да. И часть обследований тоже проводится там? Ну, возможно, да. Мы можем приурочить к проведению реабилитационных мероприятий. Это зависит от диагноза, от степени тяжести, тех или иных изменений в соматическом статусе, которые есть у ребенка. Вот данный ребенок, он, ну, большой, большой свой этап проходил в реабилитационном центре русской боли. Александр Сеевич, перед тем, передать вам слово, можно я сразу задам вам вопрос, потому что неравнодушные зрители спрашивают, планировались ли у этого ребенка, и вообще планируются ли в рамках реабилитации занятия в бассейне. Я думаю, что на этот вопрос лучше ответить и вы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я благодарю моих коллег за то, что пригласили участвовать в этом клиническом разборе. Спасибо за вопрос. В силу своего развития, физического, психического, к сожалению, конечно, не все дети имеют возможность пользоваться бассейном. Общепринято все-таки, что дети старше шестилетнего возраста могут активно пользоваться бассейном. И пока мы придерживаемся этой позиции, для детей более раннего возраста у нас могут активно использоваться другие водные процедуры. Это ванны, души, что в какой-то степени заменяет использование бассейна. В будущем мы планируем организацию бассейна для детей раннего возраста. Это будет отдельная ванна, это будет отдельный бассейн, и у вас будут инструктора, которые подготовлены для работы с маленькими детьми. Я правильно говорю? Да, абсолютно верно. Мы все-таки думаем о том, что мы сумеем организовать вторую небольшую чашу бассейна для детей раннего возраста, где с ними будут работать специалисты. В отношении этого ребенка могу сказать, что он к сегодняшнему дню уже дважды проходил курсы реабилитации в лечебно-реабилитационном центре «Русское поле». Первый раз по направлению нашего центра в возрасте 12 месяцев и 3 недель. И второй раз ребенок уже был направлен специалистом из региона в возрасте 17 месяцев. И он получил комплексную реабилитацию. Хочу сказать о том, что «Русское поле» реабилитационный центр, имеющий в своем составе несколько специализированных отделений, данный ребенок проходил лечение реабилитационное в специализированном отделении для детей раннего возраста, в котором есть специалисты, как раз занимающиеся детьми раннего возраста, неонатологи, педиатры. Ребенок получил всю необходимую диагностику в начале консультации неврологов, хирурга-ортопеда, реабилитолога, физиотерапевта, специалистов по лечебной гимнастике, психологов, воспитателей, педагогов-дефектологов. И ему была разработана комплексная программа реабилитации. Хочу еще раз сказать о том, что очень важно начало реабилитационных мероприятий, о которых вы уже сказали, что ребенок начал их уже в стенах здесь, в федерального центра, когда шла диагностика, когда проводилось оперативное лечение. Это действительно очень важно. Первый этап должен начинаться не с первого дня даже лечения, а с первого дня, когда у нас возникли мысли о том, что у ребенка подразумевается такой-то диагноз. Это очень важно. Чем раньше начато реабилитационное мероприятие, тем быстрее и тем лучше можно добиться такого восстановительного эффекта. Второй момент, о котором мне хотелось сказать, это то, что реабилитация медицинская является такой очень сложной, мультидисциплинарной, многотехнологичной проблемой. И только взаимодействие многих специалистов позволяет добиться необходимых результатов. В комплексе реабилитационных воздействий в русском поле кроме бацин, о котором мы с вами говорили, других видов водного лечения существует очень мощное отделение лечебной физкультуры, в составе которого есть специалисты и с высшим образованием, и со средним специальным образованием, это и инструкторы, и специалисты по массажу. И ребенок получает занятия, и вот конкретно этот ребенок получал индивидуальные занятия лечебной физкультуры, занятия лечебной физкультуры в группе, массаж. Кроме этого у нас еще существует, ну, так как ребенок еще небольшого возраста, и там не было показано это, но у нас существуют высокотехнологичные методы физической реабилитации. Это робототехника, это самые современные аппараты, и навоки, артромеды, артромоты, с помощью которых следует физическая реабилитация. Ну, немаловажным мы также считаем это климатолечение. У нас огромная территория площадью 130 гектаров, есть несколько теренкуров, где дозировано пациенты получают физическую нагрузку. Плюс к этому у нас еще работают, как я говорил, специалисты и психологи, и педагоги, которые очень активно занимаются. У нас масса всевозможных кружков, где дети могут заниматься и арт-искусством, они и изобразительным искусством занимаются, и бисероплетением, и массой других видов, которые разрабатывают, в частности, мелкую моторику, что, скажем, очень важно было именно для этого пациента. Наши психологи разработали комплексную программу восстановления каких-то вот таких вот проблем психосоциального, психопедагогического плана. Есть очень большой раздел, направленный на восстановление когнитивных функций. Особенно это важно для детей, скажем, старшего возраста, где они уже осознают вот эти проблемы, свою, скажем, школьную неуспешность, с чем мы можем активно, так сказать, бороться, повышая у детей, так сказать, возможности к обучению, тренируя их память, внимание, реакцию. Это на сегодняшний день абсолютно возможно. И вот у данного ребенка эти два курса реабилитации, они привели к тому, что у него улучшилась моторика, улучшились мелкие функции моторные, у него улучшилось настроение, взаимоотношения с родителями и окружающими. Вот прибавил в весе, потому что у нас в комплексе также используется лечебное питание. Дети раннего возраста, кроме, скажем, обычного питания под руководством сотрудников, занимающихся нутритивной поддержкой, получают специальное лечебное питание, специальные смеси, адаптированные по возрасту, то, что способствует улучшению всего метаболизма организма. Ну и вот эта комплексная реабилитация приводит, конечно, к значительному улучшению. По нашим скромным, так сказать, пока еще данным, потому что центр активно занимается реабилитацией только с июня 2014 года, мы можем сказать, что по меньшей мере у нас до 30% детей уезжают со значительным улучшением в своих двигательных функциях, в улучшении нейрокогнитивных функций. К нам приехать в реабилитационный центр несложно. Для этого лечащие врачи ребенка в регионе или в поликлинике, в специализированном отделении должны направить на нашу электронную почту направление общепринятой формы 057 и выписку. Наши специалисты изучат документы и в ответ пришлют протокол на какую-то дату, которая будет согласована с родителями, удобной для них, для реабилитации. Это будет своеобразным приглашением на реабилитацию в наш центр. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, а насколько доступно обращение в наш реабилитационный центр со стороны семьи? Такая форма работы у нас тоже существует. В некоторых случаях родители самостоятельно могут обратиться к нам. Они должны нам прислать документы медицинские на нашу электронную почту, которая есть на сайте нашего центра, национального центра детской гематологии. И эти документы в обязательном порядке точно также будут рассмотрены. И если есть необходимость проведения медицинской реабилитации, то родителям будет направлен соответствующий ответ, с которыми они пойдут к своему лечащему врачу, к врачу-специалисту с этими документами. Ну и доктор уже направит пациента к нам на реабилитационный курс. Я извиняюсь, у меня такой сложный вопрос. Я сейчас получила такой вопрос, и я не знаю, сейчас его задать или подобное. Я хотела бы задать его сейчас Александру Сеевичу и Николаю Николаевичу. Пришел вопрос от нашей коллеги, которая работает врачом в другой стране. Нас вымотрят не только в России, нас смотрят в Соединенных Штатах Америки, то, что мне известно, сейчас нас смотрят в Китае. И наша коллега, которая работает врачом в Китайской Народной Республике, спрашивает вопрос по реабилитации. Поскольку она занимается там традиционной медициной, то вопрос по нетрадиционной медицине, можно ли детям проводить иглотерапию, в плане реабилитации можно ли проводить акупунктуру. В нашей стране, в Китае ее очень активно используют для реабилитации детей со злокачественными образованиями. Какое отношение к этому специалистов в России? Действительно, вопрос очень сложный. Мы привыкли к нетрадиционным методам лечения. Традиционные методы лечения, о которых вы говорите, они используются у нас в здравоохранении, но всегда существовало такое мнение, что физиотерапевтические воздействия, вот иглукалывания и какие-то вот такие нетрадиционные методы, они не могут использоваться у пациентов с онкологическими заболеваниями. Сейчас понимание в отношении этих методов, оно меняется. Даже на примере нашего центра могу вам сказать, что меняется отношение к классической физиотерапии. Если всегда раньше было абсолютное табуно использование физиотерапевтических методов лечения у пациентов с онкологией или у пациентов, перенесших онкологические заболевания, находящихся в длительной уже ремиссии, то сейчас мы используем активно физиотерапевтические воздействия у наших пациентов. Но, естественно, все-таки пациент должен находиться в ремиссии. Мы используем такие воздействия, как лазер, как магнитотерапию. Мы используем вводные процедуры. Может быть, со стороны кажется, что воздействие вводными процедурами, это нечто такое очень простое. На самом деле нет. Воздействие бассейна, скажем, оно оказывает огромное физиотерапевтическое воздействие, потому что задействовано огромное количество рецепторов. Точно так же души, многообразие которых есть у нас, это и каскадные, и шарко, и другие души, это ванны, и мы используем активно ванны не просто как физиотерапевтическое воздействие водой на, скажем, кожные покровы, используя температурные режимы. Но мы применяем и лекарственные препараты. Мы используем у наших пациентов перемешившие онкологические заболевания, лечебные ванны и сапварами трав, используя седактивный, скажем, эффект. Используем соли тоже как компонент воздействия. У нас в центре в течение длительного достаточно времени работал наш коллега из Харбина, профессор, доктор медицинских наук, и он использовал. Я хочу добавить, что специалисты нашего центра, я лично и заведующих физиотерапевтического отделения в городе Русское поле проходили обучение в первом Харбинзянском медицинском университете. Харбинзянский медицинский университет, скажите, пожалуйста. Харбинзян, это провинция, где находится город Харбин. Первый университет традиционной китайской медицины, у нас с этим учреждением давнишние связи, причем в прямом смысле давнишние, потому что он основан русскими эмигрантами еще до революции октябрьской. Ваше мнение, каково, все-таки показано, какой опыт вы почерпнули там? На самом деле, даже на первом этапе мы умудряемся использовать принципы иглорефлексотерапии. Не всегда есть объективные противопоказания, потому что очень многие пациенты у нас находятся в гипоплазии и в гипоплазии, и самое важное, конечно, это наличие тромбоцитов, потому что даже тычок пальцем может быть фатальным, ушел полы-голкой, тем более. То есть очень важно соотносить все риски, но при определенных состояниях методики рабочие и вполне себе применимы даже на первом этапе. Насколько я знаю, это русская воля активно используется. Спасибо большое, просто я хочу сказать спасибо большое нашим коллегам из рубежа, потому что они задают вопрос. Еще раз хочу сказать, что наш коллега, который как раз пишет, она занимается традиционной, с нашей точки зрения, медицины, она врач-детский онколог, но поскольку я так понимаю, что у них много вопросов связанных с этим, еще один вопрос, который называется, он чисто организационный, может быть, представителям уже дирекции, его можно задать, возможно ли лечение детей из других стран в нашем центре, в частности Китая? Да, пожалуйста. Законодательство Российской Федерации не запрещает этого делать. Единственная разница будет в том, что если дети Российской Федерации это лечение получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, то иностранные граждане могут получать это лечение за плату. Спасибо большое. Всегда очень интересно, когда идет прямой эфир и всегда, когда задаются вопросы, дискуссии поворачиваются совершенно в разные стороны. И тем не менее, я хотела бы, заканчивая, наверное, вот эту первую часть обсуждения, задать вопрос, который пришел сейчас по почте к нам, наверное, этот вопрос прозвучит следующим образом. Вот такое тяжелое состояние с нарушением функций нижних конечностей, с такой тяжелой выженностью эпидуральной компрессии, оно характерно только для нашей страны или это мировая проблема? Что эксперты нам по этому поводу говорят? Может быть, Денис Ильич, Вы сейчас будете делать аналитическую часть и расскажете об этом? Да, я думаю. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы хотели бы перейти к той части нашего на сегодняшней встрече, которая посвящена обсуждению онкологических аспектов введения пациентов с центроспинальным распространением при преимущественно солидных новообразованиях. Но хотелось бы сразу сказать, что мы не зря собрали здесь такой большой команды специалистов, поскольку в лечении любого пациента со злокачественным образованием требует междисциплинарного подхода с участием онкологов, хирургов, специалистов по визуализации, патологов и, конечно, более высокопрофильных специалистов. И только совместные усилия могут привести к достижению положительного результата, который, мы понимаем, не только выздоровление ребенка, но и обеспечение высокого качества жизни после завершения специального лечения. Почему так? Важно своевременно выявлять в специальной жизни угрожающие осложнения, которые могут приводить к последующим конвентизации ребенка и пытаться совместными усилиями нивелировать их влияние на организм ребенка. Если говорить о интерспинальном распространении, то подойти поднимают распространение опухоли через межпозвоночные отверстия в спинномозговый канал, который в данном случае на слайде обозначен красным обаммой, часто с развитием эпидуральной компрессии. При этом следует отметить, что наиболее характерны это две опухоли, которые исходят из парагритебральных тканей или из структурного позвоночника. И необходимо также отметить, что нужно различать распространение опухоли в межпозвоночные отверстия, которые при этом не выходят в полость спинномозгового канала. Интерформинальное распространение не относится к понятию интерспинального, поэтому эти два термина нужно различать. Потенциально интерспинальное распространение опухоли всегда должно рассматриваться как потенциально жизнеугрожающее осложнение. В одной из работ, посвященных оценке спектра злокачественных новообразований, которые могут приводить к поперечному поражению спинного мозга, было показано, что примерно в 70% случаев речь идет о экстрадуральных, чаще солидных новообразованиях. 20% случаев это интердуральные метастатические опухоли, чаще всего это метастазы опухолей, вещества головного мозга, которые поражают в последующем спинной мозг. И это могут быть первичные опухоли спинного мозга. Следует отметить, что когда мы говорим о экстрадуральных опухолях, которые распространяются через межпозвоночные отверстия в спинномозговой канал, то здесь важным является возраст пациентов. И если у пациента в возрасте старших детей превалируют с саркомами от тканей, косвенные опухоли, такие как саркома Юнинга, то обсуждаемая сегодня в контексте нашего пациента нейропластома, то является самой частой злокачественной опухоль у детей первого года жизни. Она же является самой частой причиной эпидуральной компрессии у детей раннего возраста. Если говорить о нейропластоме, то она составляет порядка 8% от всех злокачественных новообразований детского возраста. Это самая частая экстраклиниальная солидная опухоль у детей, и это самое частое злокачественное новообразование у детей первого года жизни. При этом особенности происхождения опухоли, а опухоль развивается из симпатической нервной системы, представленной ганглией симпатического нервного ствола, расположенного в парамертебральном, что предрасполагает к возможному распространению опухоли через межпозвоночные отверстия канала спинного мозга с развитием эпидуральной компрессии. Также это поражение напочечников, которые топографически тоже достаточно близко расположены к межпозвоночным отверстиям. Поэтому само происхождение опухоли приводит к достаточно высокой частоте данного феномена, который описывается в среднем у 8-13% пациентов как интерспинальное распространение, которое мы можем выявить при проведении визуализационных исследований. Следует отметить, что литература, посвященная этому вопросу, достаточно ограничена, но есть несколько крупных исследований, которые показывают, что примерно в 60% случаев у пациентов отмечаются симптомы эпидуральной компрессии и примерно у 40% интерспинальное распространение протекает без симптомов, не приводя к какой-то значимой неврологической симптоматике, но всегда должна учитываться при выборе тактики введения пациентов с онкологическим заболеванием. Симптоматическая эпидуральная компрессия в крупных исследованиях отмечена примерно у 4-8% пациентов с нейробластом. То есть это достаточно часто феномен, и в некоторых группах это частота встречаемости значительно возрастает. Следует отметить, что пациенты, имеющие симптомы эпидуральной компрессии, а нейробластома у этих пациентов имеет определенные особенности. В частности, эти дети преимущественно раннего возраста, и показано, что медиана возраста в этой группе на момент постановки диагноза составляет 9 месяцев, хоть в 15 частности в целом у пациентов с нейробластомой. Чаще поражается заднее средостение по сравнению с более типичным локализацией, с лишимым пространством или поражением надпочечников. Ну и, по-видимому, ранний возраст приводит к дополнительным биологическим особенностям данных новообразований, которые включают превалирование пациентов с локализованными формами заболевания, первой и третьей стадии заболевания по сравнению с пациентами, имеющими отдаленные метастазы, и более редким выявлением наиболее значимого, неблагоприятного молекулярно-генетического фактора при нейробластоме, так каковым является амплификация программогена НИКН, только в 5,8% от всех случаев симптоматической эпидуральной компрессии. Если говорить о клинических проявлениях, то зачастую трудно понять, когда впервые произошло это событие, как и в обсуждаемом сегодня случае, учитывая особенности, особенно возможности, особенности неврологического статуса у детей, имеющих, например, осложненный перинатальный анамнез. Но, тем не менее, данные немецкой группы по изучению нейробластомы показывают, что медиана от момента появления неврологических симптомов до момента начала лечения в Германии составляет 12 дней, в Италии этот период удлиняется до двух месяцев со значительным разбросом некоторых пациентов до нескольких лет. Следует отметить, что клинические симптомы были хорошо охарактеризованы с Фланой Прокофьевной, но в первую очередь это двигательные нарушения преимущества со стороны нижних конечностей, конечно, зависит от уровня поражения, могут быть нарушения чувствительности, нейропатические боли, и при более выраженных нарушениях со стороны спинного мозга могут развиваться нарушения функций тазовых органов, различных вариантов, которые представлены на слайде. Ну и следует отметить, что очень важным, на наш взгляд, поскольку мы онкологи, мы всегда любим стандартизировать все наши обследования, алгоритмы, является стандартизация оценки неврологического статуса у пациентов с эпидуральной компрессией. Я хотел бы попросить Флану Прокофьевну прокомментировать те подходы, которые в настоящее время внедрены в нашу работу. Учитывая, что данные патологии страдают большинство детей до года, оценить их неврологический статус достаточно сложно. Они вам не скажут, где у них что болит, как болит и что плохо двигается. Поэтому для детей младшего возраста для улучшения стандартизации стали использоваться всякие шкалы. Есть шкалы, которые оценивают моторное развитие от нуля до трех баллов, когда у ребенка нет никакой симптоматики или симптоматика настолько выражена, что полное прегия и полное нарушение двигательной активности. Также у ребенка может испытывать боль, какой-то дискомфорт. Ребенок до года об этом тоже не скажет. Поэтому есть специальные шкалы, которые по мимике могут оценить степень выраженности страдания в голове ребенка. По двигательной активности ног, по беспокойству тоже могут оценить степень страдания ребенка. И это дает более объективную оценку степени поражения спинного мозга и степени страдания ребенка. Потому что двигательные нарушения все-таки визуально витты, а вот другие нарушения их выявить значительно важнее. Спасибо большое. Слава Покоте. Ну, как мы и видели на примере нашего пациента, в случае подозрения на интерспинальное распространение стандартом оценки таких пациентов является выполнение магнитно-резонансной демографии с внутренним контрастным усилением у детей раннего возраста. Это требует проведения седации. Ну и здесь, на слайде вы видите типичную визуализационную картину, которая уносит название симптомы песочных часов. Отмечается два фрагмента опухоли. Один расположен на парагротебральных тканях, а второй интраспинально приводя к сдавлению и смещению дурального мешка спинного мозга. Следует отметить, что эпидуральная компрессия должна рассматриваться как неотложное состояние в детской онкологии. И, к сожалению, зачастую мы сталкиваемся с тем, что в нашей стране пациенты с уже выявленным интерспинальным распространением проходят долгий путь до попадания в специализированные онкологические учреждения. При этом, на наш взгляд, такие пациенты должны поступать в учреждения, имеющие мутидисциплинарную команду специалистов с обязательным включением нейрохирургов, о чём я думаю, что Сергей Сергеевич потом скажет более подробно, поскольку эти пациенты должны оцениваться в самое ближайшее время для исключения глубокого поражения спинного мозга, что в последующем может повлиять на всю последующую жизнь больных. Если говорить о подходах к лечению, то следует отметить, что в современных протоколах ведения пациентов с нейробластомой нет чёткой стандартизации введения этой группы пациентов. При этом обсуждаются различные виды декомпрессии, включающие проведение полихимиотерапии, нейрохирургического пособия или лучевой терапии. Однако последняя методика всё реже используется, и в настоящее время носит историческое значение, поскольку, как правило, мы говорим о детях раннего возраста, у которых следует избегать повышенных лучевых нагрузок. Поэтому основными обсуждаемыми методами являются полихимиотерапия и хирургическое лечение. И выбор метода лечения и инициального варианта лечения зависит от возраста пациента, от распространённости опухолевого процесса. И, конечно, очень важными параметрами является степень выжженности неврологического дефицита, скорость нарастания этого дефицита и длительность неврологических симптомов. И все эти параметры должны учитываться для выбора, по сути, индивидуального плана введения каждого конкретного пациента. Я думаю, что я хотел бы передать слово Сергею Сергеевичу, который прокомментирует на данный момент неотложную ситуацию с позиции НЭК. Ситуация с федеральной компрессией, она сходна с той же ситуацией, которая возникает и при травме, и при нейродегенеративных заболеваниях. Когда какой-то объёмный процесс в спинномозговом канале сдавливают либо дуральный мышок, спинный мозг, либо корешки. При травме это бывает какой-то костный обломок, который возникает при разрушении позвонка. При нейродегенеративных заболеваниях, в принципе, из самых частых заболеваний планеты, особенно с возрастом, это бывает часто какой-то хрящ, там, межпозвоночного диска. И при онкологических заболеваниях это объёмный процесс, опухоль, который также сдавливает спинной мозг. И основная задача состоит в том, чтобы спинной мозг освободить, потому что длительное сдавление нервной ткани, оно приводит к необратимым изменениям, и те симптомы, которые возникают при начале сдавления, могут остаться уже навсегда. И, соответственно, чем быстрее произойдёт освобождение этой нервной ткани, тем лучше мы имеем возможность на избавление от симптоматики. Однако, как это сделать? Если при травме нет никаких альтернатив, кроме как механического удаления костного отломка, то уже даже при нейродегенеративных заболеваниях, когда речь идёт, допустим, о грыжах риска, и специалисты по реабилитации не дадут соврать, вопросы в операции уже всегда становятся относительно дискутабельны. Всё зависит от непосредственной симптоматики, от уровня поражения, от характера сдавления. И даже уже консервативные мероприятия могут иметь очень большой эффект. И многие люди, которые не поторопились в своё время с операцией, потом очень даже радуются, потому что они дальше многие годы живут без операции, с хорошим качеством жизни. Просто на консервативных мероприятиях. С онкологических ситуациях ситуация ещё более неоднозначна, потому что не всякий объём в онкологии требует хирургического лечения, потому что иногда это не всегда ведёт к выздоровлению, а главное, что в онкологии есть другие способы удаления опухоли. Это, вперёд и всё, химиотерапия или учевая терапия. Поэтому, когда у ребёнка нейробластом издавленный спинной мозг, то всегда можно подумать, нужно ли его оперировать, либо химиотерапевтически этот же объём, эта же опухоль может рассосаться и исчезнуть, и спинной мозг окажется освобождённым. Чем преимущество в хирургическом лечении – это быстрое лечение, то есть освобождение спинного мозга происходит в течение нескольких часов. Чем преимущество химиотерапевтического лечения – это всё-таки значительно более плавное, мягкое, менее агрессивное воздействие. Как известно, нейробластома – это не очень частая опухоль, а в ситуации, когда при нейробластоме сдавливается спинной мозг – это ещё более редкий случай, поэтому в общем-то большого статистического материала во всём мире нет, что лучше делать – делать операцию, либо делать химиотерапию. Но те данные, которые имеются, в общем-то они обычно составлены на обзоре из нескольких десятков, ну максимум до 100 случаев за последние 20 лет, то есть такая обозрение современной эры, современной нейровизуализации, современной нейрохирургии, современной химиотерапии, будем брать даже более отдалённые, там древние обзоры, она показывает, что по сути по качеству жизни, по уровню установления неврологической симптоматики ни хирургия, ни химиотерапия не имеют перед друг другом преимущества. Примерно один и тот же процент улучшения неврологического статуса происходит как после операции, так и после химиотерапии. При этом отмечено, что в ходе операции, опять же в силу, ну и воздействия опухоли, но и воздействия собственно нейрохирургического, когда вот снимается большое количество дужек, иногда не ставится на месте, иногда нет, вот уровень сколиоза, который возникает после операции, ну вообще у этих больных, он выше этот процент сколиоза после хирургической декомпрессии, нежели при химиотерапистической декомпрессии. Поэтому, в принципе, во всем мире имеются тенденции, в нашем центре тоже, что непосредственно хирургически удалять опухоли из канала следует, если симптоматика возникает очень быстро, ну в каком-то очень обозримом, так сказать, прошлом, то есть чем не менее, неделю, ну может быть, месяц, полутора, когда эти изменения возникли недавно, острые и еще могут быть такие вот, вот скорость этого вмешательства может иметь большое значение. Если же эти неврологические, собственно, не МРТ-картинка, а неврологическая картина, неврологическая симптоматика развилась в течение достаточно длительного времени, там, ну с рождения ребенка, либо уже в течение многих месяцев, то, в принципе, вот уже скорость удаления компримирующего субстрата не играет решающей роли. И тогда, конечно, на первом плане выходит химиотерапия. А поскольку известно, что обычно больные с какой-то неврологической симптоматикой страдают ее уже в течение длительного времени, то чаще всего в мире применяется сейчас химиотерапия в нашем центре тоже. И вот у нас принято такая... Извиняюсь, это не так. Мы только что говорили, что период от момента появления клиники до момента обращения составляет 12 дней. Если мы говорим о мировой практике, то это вовсе не так. И я бы не согласилась с термином, который вы использовали, плавная и мягкая химиотерапия. Потому что химиотерапия – это один из самых агрессивных системных видов воздействия на организм. Поэтому мне кажется, что этот вопрос открытый и у нас, и во всем мире. Но все-таки 12 дней от начала появления клиники до момента госпитализации – это не в Германии, это не большой период. Клиника же нарастала в это время. Поэтому вы знаете, может быть, опыты других центров Российской Федерации, из Тоти-Буртенко, каких-то других площадок научных, клинических. Часто они делают такие операции с пациентом. Возможно, обратили внимание, обращают внимание в Германии глиноцидной, потому что в Германии гораздо ближе к короче логистике. Да, вы говорили, что и в мире. Поэтому я бы хотела, чтобы мы еще осторожно говорили о мировой практике, поскольку химиотерапия – это тяжелое воздействие. Что касается России, российских обзоров по этой проблеме, она в целом достаточно узкая проблема. Факт-ченики практически не существует. Есть некоторый опыт у республиканской детской болезни, насколько я знаю, который они тоже, в общем-то, только устно излагали в каких-то конференциях, не публиковали. И в целом каких-то систематических современных докладов на этой проблеме в нашей стране тоже нет. Поэтому все-таки та тенденция, которая прослеживается, которую нам известно, которую излагали даже и в зарубежных работах, и в устных выступлениях, что если симптоматика стабильна, она может быть стабильно хорошая, она может быть стабильно плохая, то в принципе от хирургического вмешательства воздерживаются и предпочитают химиотерапевтическое лечение. Если симптоматика быстро нарастает, ну, в чем какой-то обозримого времени, допустим, недель, может быть, месяц, то все-таки предпочтительнее возможно рассмотреть ситуацию с хирургическим удалением. В литературе встречается срок 96 часов от момента развития нейрологических симптомов до выполнения нейрохирургического вмешательства. Оказывается, что в более поздние сроки, как правило, выполнение нейрохирургической декомпрессии неэффективны. Но, в принципе, эти сроки все-таки могут быть пересмотрены? Тут очень важно, 96 часов от начала какого процесса? Мы говорим о нейропластоме или мы говорим о травме? Если мы говорим о травме, то... Мы говорим о появлении симптомов компрессии спинного мозга при нейропластоме. Преум. 96 часов, наверное, мы бы обратились к хирургическому лечению. Но если это уже с рождения ребенку 3 месяца, если это уже несколько месяцев, то, возможно, и настолько мягко это шла компрессия, то, возможно, мы воздержались на время хирургического вмешательства и провели несколько курсов химиотерапии, посмотрели. Конечно, имея возможность провести хирургическое вмешательство в принципе в любой момент, когда я свернусь у меня. Я просто хотела сказать, извините, пожалуйста, это очень важный момент, на котором я хотела акцентировать внимание наших активно участвующих в дискуссии слушателей и телезрителей, что мы очень четко должны позиционировать понимание того, что такое нарастающая клиника. До этого ребенка я вновь развивалась не в течение 10 дней, правильно? То есть компрессия была, но клиника компрессии не была выражена. Она медленно-медленно прогрессировала. Именно поэтому в ту ситуацию, когда ребенок поступил, стало возможное обращение к Сергею Сергеевичу. То есть мы понимаем, что от момента появления компрессии до момента его клинического оформления может пройти абсолютно различное время. Где-то это происходит очень быстро, где-то это может быть действительно пролонгирован в местах. И тогда самым важным критерием начала выбора терапии является то, что мы понимаем под тем, что дебютирует клиника. Вот какая клиника? Видимо, мы имеем в виду развитие яркой клинической картины, да, Слава Проховьевна? Резкого ухудшения. Слышно ухудшения. Да, слышно ухудшения. Спасибо большое. Чтобы у аудитории сложилось правильное впечатление, на ваш взгляд, описываемые критерии 96 часов, после которых выполнение нейрохирургического пособия нецелесообразно, он достаточно условный. И мы в каждом конкретном случае должны оценивать эту ситуацию индивидуально. Безусловно, должны оценивать лечащие врачи. Спасибо. Да, важно еще все-таки не зацикливаться именно на картинке, потому что вы спрашиваете, какая ситуация на нейрохирургической практике. Нейрохирурги очень такие визуально ориентированные видят. Они видят картинку, они даже не видят больного, они говорят, о, с такой штукой надо скорее удалять, почему еще не удалили, это все трагично. Но здесь мы видели больных, у которых половина, допустим, объема спинного канала, позвоночного заполненного опухоли, при этом есть очень мягкая симптоматика, которая не меняется на протяжении длительного длительного времени, которая становится еще лучше, улучшается после химиотерапии. То есть сама по себе картинка не является показанием кооперации, а больше является показанием кооперации именно клинической динамикой развитии симптомов. Да, как раз пришел вопрос от Татьяны, она адресована Сергею Сергеевичу, но я думаю, что его надо адресовать ко всей группе врачей. Как раз сегодня мы обсуждаем сложную тему, в которой могут быть разные точки зрения. То есть с точки зрения восстановления, пишет нам читатель, слушатель, зритель. Лучше лечить химией? Есть ли однозначный ответ? Чем бы хирургическая операция добавляет себе? Есть ли однозначный ответ? Я хотела бы Денису Юрьевичу и Сергею Сергеевичу. Мы хотели идти к следующему слову. Пожалуйста, мы сможем ответить. Думаю, что Сергей Сергеевич уже упомянул, что в литературе достаточно мало одно из наиболее крупных исследований было проведено, опять-таки, немецкой группой по оптимизации лечения нейробластомов, в котором был проведен анализ пациентов с эпидуральной компрессией и исходами в зависимости от выбранного метода лечения, инициального нейрохиологического пособия или инициального выполнения проведения химиотерапии, было показано, что частота раннего ответа с точки зрения улучшения быстрого неврологической симптоматики примерно сопоставима и не имеет никаких статистически значимых различий в этих двух группах, так же, как и в целом возможность полного восстановления или улучшения неврологических симптомов на момент окончания специального лечения. Ну и, конечно, когда мы говорим о прогнозе надо оценивать в том числе и отдаленные результаты, включая отдаленный неврологический исход, опять-таки, и не только неврологический, но и ортопедический, опять-таки, ну, по данной немецкой группе, значимых различий по использованию одного подхода или другого подхода отмечено не было, что, опять-таки, наверное, приводит к тем трудностям стандартизации ведения этой комборки пациентов, поскольку мы должны учитывать вот все эти аспекты, которые мы сегодня обсуждали, включая продолжительность распространения, возраст ребенка, возможные ортопедические последствия, учитывать скорость нарастания неврологических симптомов, учитывать в целом длительность симптоматики. И это, собственно, одна и трудность, на которую в настоящее время международные эксперты пытаются ответить совместно, о чем мы скажем в конце нашего выступления. Спасибо большое за такую интересную дискуссию, пожалуйста, Денис Юрьевич. Хотелось вас услышать дальше. Ну, и, конечно, я хотел бы обратить внимание, что в целом, когда мы обсуждаем подходы к ведению, мы должны учитывать ту группу рисков, в которую может попасть пациент с нейропластомом, учитывая то, что в ряде случаев пациент должен, учитывая неблагоприятные прогностические факторы, например, распространенную форму заболевания, наличие отдаленных метастазов или неблагоприятную инстагенетику, проводить, получать химиотерапевтическое лечение. Как правило, пациенту группу промежуточного риска, высокого риска при наличии симптоматической эпидуальной компенсии, предпочтение, если нет неотложной ситуации, отдается химиотерапии, которую пациент в любом случае должен получать. Пациентов группы наблюдения, как в обсуждаемом на сегодняшнем случае, в том числе нужно учитывать то, что иногда возможность нейрохиологического вмешательства, если она не будет носить очень тяжелый, травматичный характер, может привести к тому, что ребенок избежит вообще проведения химиотерапии. Ну и, конечно, очень важным является раненая диагностика, своевременное направление пациентов, специализированные онкологические, нейрохирургические стационары и активное взаимодействие, я думаю, что особенно в этой когорте пациентов, нейрохирургов и детских онкологов, специалистов по визуализации. И в частности, четко показана корреляция восстановления двигательных функций и степени тяжести поражения в момент постановки диагноза. У пациентов, у которых отмечалась максимальная степень повреждения спинного мозга, ни в одном случае, по данным итальянских авторов, не было отмечено улучшение и восстановление неврологического дефицита, в то время как у пациентов, у которых степень поражения была значительно более легкой, возможно было и полное восстановление неврологических симптомов, или значительное улучшение, что, конечно, тоже влияет на качество жизни. Поэтому, еще раз мы хотели бы обратить внимание, что эти пациенты требуют межрисциплинарного обсуждения, с одной стороны, и эта ситуация должна рассматриваться как потенциально жизнеугрожающее осложнение, требующее незамедлительного обсуждения и принятия решения о тактике ведения. Эту ситуацию нельзя отложить на несколько дней, на неделю, поскольку пациент может ухудшиться, и мы можем потерять время, и это приведет к последующей инвалидизации ребенка. Ну и в целом, по-видимому, особенности биологии опухоли у пациентов, у которых опухоль распространяется в спинномозговой канал, приводит к тому, что показано, что в целом отдаленные онкологические результаты у пациентов с наличием симптоматической эпидуальной компрессии лучше, чем у пациентов без данной симптоматики, что еще раз подчеркивает достаточно высокую возможность излечения этой группы больных и диктует необходимость в том числе активных реабилитационных мероприятий для получения данных результатов. Я просто хотел сразу задать вопрос, который пришел нам при такой локализации опухоли с эпидуральной компрессией эмиропластомы. Есть ли какие-то молекулярно-генетические особенности? Энмик пишет нам, автор, я поняла, что нет, а что есть? Проводились ли исследования, я перефразирую вопрос, которые касались особенностей молекулярно-генетического портрета опухоли при такой локализации? Исследований, кроме тех, которые были цитированы, нет. По-видимому, здесь имеет место сочетание того, что опухоли по своей биологии менее склонны к отдаленному метастазирую, возможно, склонны к местно-инвазивному росту, преимущественно у детей раннего возраста, у которого в целом реже встречается амплификация геномика и, возможно, другие молекулярно-генетические неблагоприятные факторы, такие как сегментарные операции. И, по-видимому, возможно, сочетание вот этой склонности к местно-инвазивному росту, возраста детей, когда симптомы достаточно трудно выявить, приводит к тому, что одним из проявлений является уже развитие выраженного поражения спинного. У пациентов, у которых опухоли склонны к прогрессирующему течению развитию метастазов, как правило, клиника дебютирует с проявлением метастатического процесса. И, возможно, это является одним из объяснений. Спасибо большое. Это очень интересный ответ. Спасибо большое. Я бы хотел бы передать слово. Можно передать вопросом по реабилитации? Одному еще один вопрос вам, Евгений Сергеевич, который приходит просто постоянно на все средства связи, которые у меня есть в руках. Нас спрашивают, если оставлять опухоль и проводить химиотерапию, не оперируя вначале, при наличии остаточной опухоли, в ней же остается полконцерстерпселс, опухолевых стволовых клеток, которые могут стать причиной рецидива метастазирования. Что делать с этой остаточной опухоли? Нужно стремиться удалить ее полностью или просто контролировать, применяя другие методы, спрашивают у нас зрители. Я бы хотела, Евгений Сергеевич, немножко по-другому вопрос спросить. Насколько радикальным, имеется в виду более 90% массы опухоли, насколько радикальные операции могут быть при локализованных стадиях заболевания, при нейробластоле? Ну, нужно понимать, что, безусловно, хирургические локальные контроли имеют важную роль в лечении, в комплексном лечении пациентов с нейробластомы. А у пациентов с локализованной опухолью, хирургическое лечение может быть единственной методикой в лечении пациента. Нужно быть всегда ориентированным в сторону радикального удаления опухоли, но ни в коем случае операция не должна приводить к инвалидизации пациента. Так как любая травматизация сосудов, травматизация органов может повлечься за собой послеоперационные осложнения, которые могут значительно отложить сроки начала полихимиотерапии у пациентов с диссиминированной формой заболевания. Ну и осложнение у пациентов с локализованной формой заболевания, у которых хирургическая методика является единственной методикой лечения, тоже нежелательно. Спасибо большое. Ваше мнение? Хотел бы добавить, важно, я согласен с Сергеем Сергеевичем, полностью, важно как бы при оценке пациента учитывать в том числе молекулярно-генетические профиопухоли и соответственно ту группу риска и стадию возраста молекулярно-генетические профиопухоли, которые позволяют нам разделить пациентов, как правило, в рамках текущих международных рекомендаций, тех рекомендаций, которые мы используем в нашем оценке на пациентов группы наблюдения низкого риска, промежуточного риска и высокого риска, и, соответственно, пациенты, часть с локализованной формой заболевания, например, с наличием амплификации гена МИКМ, действительно по всем данным имеют имущество при выполнении радикальных хирургических вмешательств. Если это пациенты группы наблюдения, то в настоящее время широко разрабатываются подходы, связанные с возможностью наблюдения за пациентами, с известным гистологическим вариантом молекулярно-генетическим профилем опухоли при наличии пациентов хирургических факторов риска и факторов риска при визуализации, которые могут привести к значительным интеркреационным осложнениям, к травматичному хирургическому вмешательству, и такие подходы, в частности, используются в нашем центре, поэтому каждый пациент опять-таки должен оцениваться командой специалистов. Я говорю, что фактически это вообще двух разных заболеваний. Есть нейробластомы высокого риска с неблагоприятными факторами, где мы должны сконцентрировать все свои силы на том, чтобы максимально уничтожить эти опухолевые клетки, которые действительно потом могут привести к антестазированию рецидива. Есть группа так называемых благоприятных нейробластомов, где наш онкологический подход должен быть совсем перевернут с ног на ногу, должен быть максимально ожидательным и так далее. Да, абсолютно. И одним из объяснений, почему мы можем оставить пациентов под динамическим наблюдением с наличием массы опухолей, является феномен спонтанной эгрессии, который характерен регионеропластомы, который не является универсальным только для детей первого года жизни, но описано, что он может развиваться в более старших возрастных группах. Ну и в частности, как Татьяна Викторовна сегодня уже отвечая на вопрос, комментировала в отношении конкретно обсуждаемой сегодня пациентки. Трудность заключалась в данном случае в определении трактовки изменений во втором поясничном позвонке, поскольку, если бы мы их трактовали как отдаленный метастаз, поскольку позвонок – это отдельный орган, то требовалась бы очень интенсивная химиотерапия с использованием технологии трансплантации геометических стволов клеток. И в данном случае… То есть настолько бы изменилась терапия? Абсолютно. И степень выраженности побочных эффектов. Поэтому, после всестороннего обсуждения этого случая в пределах нашей группы, лечения международных экспертов и обсуждения с семьей возможности лечения и преимущественных недостатков каждого подхода, в данном случае было принято решение оставить ребенка по динамическим наблюдениям и трактовать эти изменения в зоне локализации первичной опухоли как изменения, связанные с местным распространением процесса, а не с истинным отдаленным метастазином. Спасибо большое. И сейчас на таком эмоциональном подъеме переходим, конечно, к вопросу реабилитации. Потому что становится очевидно, что пациенты нуждаются в этой реабилитации, потому что многие из них совсем не будут подвергаться тяжелому токсичному улучшению. А многие, кто будут подвергаться, нуждаются в восстановлении. Тем более. Тем более будут нуждаться, конечно. Ну, первый этап реабилитации детей раннего возраста, в принципе, весьма ограничен в подходах. Как говорит Светлана Прокофьевна, ребенок не может пожаловаться, не может активно сотрудничать с реабилитологом. Поэтому набор методик достаточно ограничен. И, как ни странно, в общем-то, как вот Сергей Сергеевич говорил, нет принципиальной разницы между причиной возникновения неврологического дефицита и задержки моторного развития. Тактика будет точно такая же, как и при травме, и при генеративных заболеваниях. Есть только одна особенность. Да, и младший возраст говорит о том, что у ребенка, особенно в нашем случае, когда ребенок родился со сложностями, да, и изначально находился под наблюдением невролога с задержкой психомоторного развития, имеет место, скажем так, отсутствие естественной динамики прироста двигательных навыков. Поэтому, когда мы говорим о таких детях, речь идет не о реабилитации, а обилитации, да, то есть это обучение ребенка заново двигательным стереотипом, да. И при этом взгляде вот предоставленный список меняет свое значение. Первые три пункта РФК, массаж и физиотерапия перестают быть, скажем так, главными. По той простой причине, что при помощи лечебной физкультуры для маленького ребенка и массажа мы можем решать только локальные задачи. А в случае, например, с китайской традиционной медициной, о которой мы говорили, мы не можем ее применять в полном объеме. Поэтому будут использоваться только элементы, там, тот же самый китайский традиционный массаж туйна или уже ставшие для традиционной китайской медицины методы физиотерапевтического воздействия, связанные в основном с электролечением, да, все это будет весьма ограниченно применяться. Поэтому методикой выбора будет полноценный рефлексо-локомоторный метод, который позволяет полностью, комплексно восстанавливать двигательную функцию ребенка. К таким методам относятся два ниже описанных – это бобот-терапия и бобот-терапия. На самом деле методики имеют свои преимущества и недостатки. В нашей клинике мы в основном используем бобот-терапию, но в некоторых случаях предпочтительно используем бобот-терапию. Например, как я уже говорил, в случаях гипоплазии кроветворения, когда приняты в бобот-терапии рефлексогенные воздействия на откосницу, да, не целесообразны, опасны. Ну, как я уже говорил, бобот-терапия – это методика специально разработанная и созданная для того, чтобы именно абилитировать детей, да, то есть именно формировать рефлексолокомоторный стереотип в правильном русле, потому что при повреждениях центральной нервной системы, при повреждениях рапорно-двигательного аппарата у маленького ребенка формируется, скажем так, порочное взаимоотношение, неверное взаимоотношение с силой гравитации, которая определяет его постнатальное развитие двигательное. И это, так сказать, взаимоотношение должно быть скоррегировано при помощи специальных воздействий. Главным преимуществом этой методики, ну, является то, что абсолютных противопоказаний у нее нет, есть только, так сказать, пункты, которые нужно с осторожностью рассматривать или, может быть, менять немножечко протокол самого воздействия для того, чтобы смягчить некоторые возможные побочные эффекты. Ну, вот это фотография Глазова Войта, изобретателя методики, которая показывает о том, что методика действительно создалась специально для младенцев. Относительные противопоказания, в общем-то, ограничиваются, ну, соображением целесообразности, да, то есть, вам не придет в голову заниматься реабилитацией пациентов с состояниями, указанными, скажем, в этом списке. Ну, здесь выделена жирная, выраженная, некоррегированная тромбоцитопения. Это означает, что, опять же, в условиях гипоплазии и аплазии кровотворения, да, у ребенка может быть критически низкое содержание тромбоцитов, и тычок пальцем может привести к обширному кровоизлиянию. Поэтому мы строим таким образом процедуру, чтобы соотноситься с графиком заместительного переливания атмосферной массы. Ну, концепция вольтотерапии – это такая широкая, большая концепция, сравнимая по своей значимости и мощности, и по, так сказать, глубине с, в том числе, традиционной китайской медициной, вообще в целом. Она включает в себя довольно подробное, очень четкое понимание динамики нормального двигательного развития, на чем построена система диагностических оценок, которая в результате приводит к пониманию несоответствия времени от генетического двигательного дефицита. И, соответственно, вот этому пониманию, да, строится протокол лечения. То есть, ну, мы знаем, что в определенные сроки, другими словами, да, ребенок должен иметь определенные вещи. И когда мы видим предел нормального навыка, мы начинаем реагнитировать ровно с этой, условно говоря, ступени, с этого уровня, начинаем восстанавливать, ну, точнее, формировать двигательный навык. Ну, протокол диагностики во многом близкий к неврологическому, но есть особенности. То есть, требуется длительное наблюдение за ребенком для того, чтобы оценить его спонтанную моторику, да, потому что на формальном обследовании спонтанную моторику выявить невозможно, в связи с тем, что любой младенец, любой ребенок будет реагировать на присутствие исследователя. Сама терапия представляет себе воздействие, рефлекторное воздействие на надкосничные рефлексогенные зоны в трех базовых положениях. Положение на спине, положение на боку, положение на животе. У ребенка, у младенца это действительно гимнастика, да, то есть, если в эту терапию проводить взрослому, это напоминает точечный массаж. А вот у детей это действительно гимнастика, воздействие на рефлексогенную зону приводит к активации совершенно типичного, узнаваемого, хорошо движения. И если этого движения не возникает, или оно нетипичное, неудаваемое, соответственно, это тоже критерии диагностические, которые мы учитываем в работе. Ну, выводы очевидны, что это наиболее оптимальный метод для двигательной реабилитации детей раннего возраста, который мы активно используем. здесь нет слайдов про БОБОТ-терапию, да, когда следует предпочесть БОБОТ-терапию, ВОИТ-терапию. Ну, БОБОТ-терапия не использует рефлексогенных воздействий, да, и более гибкая методика в смысле, так сказать, влияния на различные уровни организации двигательной активности. Поэтому она намного сложнее, более трудоемкая, требует очень высококвалифицированного специалиста для исполнения. То есть это на нашем уровне подготовки специалистов при реабилитации, это в основном врачебная процедура, особенно если речь идет о тяжелых неврологических или антрологических заболерониях. И предпочитается она как раз в тех случаях, когда невозможно проведение, ну, например, тяжелой дыхательной недостаточности у ребенка, связанной с сопутствующим потолком. И все это продолжайте, я просто скажу. А, тяжелая дыхательная недостаточность или плохо подающаяся коррекция тромбоцитпения, да, то есть или какие-то другие нарушения, которые не позволяют заставлять ребенка, скажем так, кричать, потому что на воде терапии дети кричат, активно двигаются, не позволяют тыкать у него пальцами или руками, ну и, так сказать, тому подобные вещи. То есть облог терапии позволяет добиться того же эффекта, но более мягким способом. Спасибо большое. Продолжая при реабилитации, хотел сразу задать вопрос, который мы получили в чате, наверное, к Александру всеобщим вопрос. Коллеги, не с кем оставить второго ребенка, а можно ли приехать в русское поле семью? Вопрос очень сложный на сегодняшний день с точки зрения того, что все-таки мы специализировали центр по реабилитации детей с онкологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями. И в первую очередь мы должны оказывать помощь этим детям. В принципе, мы очень ориентированы на семейную реабилитацию. На Западе это направление очень востребовано, оно очень развито. У нас, в Российской Федерации, к сожалению, фактически, я не знаю таких примеров, а тем более возможности семейной реабилитации тех семей, где дети перенесли онкологическое или генетологическое заболевание. для того, чтобы мы могли осуществлять вот именно семейную реабилитацию, пригласив ребенка, перемешивая онкологическое заболевание его родителей и второго или третьего СИПС из этой семьи. Но пока все это находится в стадии разработки. На сегодняшний день мы можем поступать следующим образом. Значит, к нам может приехать однозначно ребенок, перенесший онкологию, один его сопровождающий. И если второй ребенок в семье тоже имеет какое-то заболевание не онкологическое, а генетологическое, анемию, иммунодефицитное состояние, он точно так же может приехать оформить все документы на реабилитацию. Документы необходимые 50, направление по форме 57У, выписной бикрис из амбулаторной карты или истории болезни, что может сделать или участковый педиатр, или профильный специалист, гематолог, иммунолог, детский онколог, и приехать к нам. И этого ребенка тоже будет сопровождать родители. Таким образом, и оба ребенка из этой семьи, и оба родители приедут к нам. Родители тоже у нас нуждаются в реабилитации, и мы понимаем это. И у нас такие методы, как семейная психологическая реабилитация очень активны, где наши психологи работают со всей семьей. Из ребенка, перенесших онкологическое заболевание, с его братом и сестрой, у которых оказывается огромное количество проблем, и с родителями. Родители могут получить также реабилитацию и направленную на улучшение физического состояния. Однако это будет в рамках дополнительных услуг, которые должны будут быть оплачены. Но цены на наши услуги по медицинской реабилитации очень невысокие и практически недоступны. И практически все взрослые, которые приезжают к нам, выполнять в момент пребывания единственную функцию – это ухаживать за ребенком и сопровождать его. все-таки одномоментно могут получить реабилитационные предприятия для себя. Ну вот я на сегодняшний момент вот таким образом должен ответить на этот вопрос. Хотя мы продолжаем работу, направленную на возможность сделать отношения в будущем семейной реабилитации. Независимо от того, какой диагноз у второго, третьего ребенка, есть ребенок в семье с тяжелым гематологическим, онкологическим, иммунологическим заболеванием, получившим трансплантацию, вся семья должна приехать на семейную реабилитацию. Это наша такая вот позиция. Я вам очень благодарна и хотела сказать, что кроме вопроса, который нам приходит у садслушателей, и вот один из этих вопросов сейчас точно совпадет с тем вопросом, который мне прислали доктора, присутствующие в аудитории, я хотела бы передать слово для вопроса доктору-детскому онкологу Роману Алексеевичу Моисеенко. Уважаемый Александр Федорович, мне бы хотелось уточнить, с какого возраста возможно проведение реабилитационных мероприятий в центре «Русское поле» и как бы продолжение вопроса, сколько циклов реабилитационных мероприятий возможно провести в условиях реабилитационного центра «Русское поле». Спасибо. Такое же практически очень схоже с вопросом, видимо это актуальный вопрос, пришел нам по почте. Как часто можно проводить реабилитацию, как часто можно к вам приезжать? Спасибо большое. Этот вопрос задается часто и нашими родителями, нашими докторами, которые работают с пациентами в регионах. В нашем центре создано, я уже говорил, отделение для реабилитации детей раннего возраста. Мы можем принимать детей уже на первом месте жизни. И у нас такие есть примеры, когда мы вот ребенка самого младшего взяли, когда ему было три недели. и сейчас, когда у нас готовится к заселению новый корпус, который претерпел капитальный ремонт, это отдельно стоящее трехэтажное здание. Специально этот капитальный ремонт был проведен с тем, чтобы адаптировать это здание полностью именно для детей раннего возраста. У нас там все оборудовано для этого. Плюс есть палаты интенсивной терапии, потому что если мы берем, хотя и стабильного, но тяжелого ребенка раннего возраста, мы должны отдавать себе отчет в том, что он в любой момент может ухудшиться. И мы обязаны ему оказать любую помощь. Поэтому у нас все там в этом корпусе оборудовано. Спасибо. Это вот первый вопрос. Мы готовы будем родить детей практически после родильного дома. Прекрасно. Вторая часть этого вопроса. Как часто? По существующему тарифному соглашению между Фондом обязательного медицинского страхования Московской области, на территории которого реабилитационный центр «Русское поле» осуществляет свою медицинскую деятельность и нашим центром, условие звучит там следующим образом. От окончания предыдущего курса реабилитации до начала следующего курса реабилитации должно пройти не менее 90 дней. Таким образом, получается, дети у нас могут получать реабилитацию каждые 3 месяца или 4 раза в год. В отдельных случаях, по решению врачебной комиссии, по согласованию с Фондом обязательного медицинского страхования, мы можем эти курсы реабилитации сделать чаще. Или у нас был недавно такой случай, когда мы понимали, что ребенку нужно однозначно продолжение реабилитации, потому что мы получили очень хороший реабилитационный эффект. Обосновав это на врачебной комиссии, согласовав этот вопрос с Фондом обязательного медицинского страхования, мы задержали ребенка на значительно дольшее время. мы как бы перенесли последующие его приездные госпитализации в один большой комплекс. – Понятно. – Спасибо. – Спасибо большое. Я знаю, что еще есть продолжение презентации Дениса Юрьевича, но очень много вопросов и от наших докторов-подслушателей по конкретному клиническому случаю или по вопросам с ним сопряженным. Если он не возражает Татьяна Викторовна, то пришел вопрос от нашей зрительницы Гюзели. Она спрашивает, скажите, пожалуйста, в контексте детей первого года жизни могли бы играть в отношении этого ребенка и других подобных детей пренатальные факторы на развитие опухоли у этого ребенка? – Ну да, есть определенные исследования, которые показывают влияние тех пренатальных факторов, таких, что есть при рождении какие-то вредности у родителей за употребление алкоголем, курением, поэтому да. В нашем конкретном случае родители были молодые и здоровые. – Вы не выявили никаких факторов? – В нашем конкретном случае. – Хорошо. Спасибо большое. И Татьяна Викторовна и Денисович хотела бы попросить к Вам вопрос. Я не знаю, как его правильно сформулировать. Вопрос нам задает наша зрительница Асиян. Спасибо за интересный клинический разбор всегда, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, каковы критерии окончания терапии в данном случае? – Ну, если мы говорим о пациентах, наверное, пациентах компонаблюдения, которые все-таки показаны проведенной химиотерапией, то в каждом конкретном случае после каждого курса химиотерапии проводится оценка статуса, проводится обследование, и мы можем остановиться после одного курса, после двух, после трех, либо… – Если Вы начали химиотерапию. – Да, либо максимально провести четыре курса. Но оценка проводится после каждого курса химиотерапии. – Денис Ильич, вот я смотрю, что Вы установили стать картиной по международному сотрудничеству. Скажите, пожалуйста, начиная эту тему, а как обстоит дело в мире? Как оценивается эффективность терапии? Участвуете ли Вы с Вашей группой, которой Вы руководите по нейрогенному химиотерапии в каких-то клинических исследованиях? – Спасибо большое за вопрос. С точки зрения подходов мира, то в каждом протоколе лечения есть несколько групп подразумевает собственные рекомендации к проведению пациентов с обсужданием сегодня эпидуральной компрессии, но существует большое желание объединить усилия для того, чтобы собрать большую базу данных для пациентов в целом с интерспенальным распространением симптоматического и бессимптома лечения аэробластома для того, чтобы в будущем возможно создать какой-то единую инфицированный алгоритм введения этих сложных, как мы сегодня уже выяснили в процессе обсуждения пациентов. И Европейская группа по оптимизации лечения аэробластома СИАП в настоящее время и восьми инициатором открытия международного мутицентра перспективно-регистрационного исследования именно по компрессии? пациентов с опухолями симпатической нервной системы с интерспенальным распространением с наличием и симптомами и без наличия таковых. Это очень интересно. Есть два соисследователя, это Шифра Решер из Израиля, которая в прошлом месяце приезжала в наш центр и участвовала в первой школе по диагностике и лечению Миряна Меховцев, которая транслировалась по первому медицинскому каналу и доктора Экарта Халпт из университетской клиники Единой. В настоящее время последовательно включены пациенты из 12 стран. И наш центр также с сентября этого года начал активно участвовать в этой работе и уже зарегистрировал трех пациентов. Татьяна Викторовна является ведущим этого направления. Ведущим исследователем, наверное, создана группа, да? Вы скажете, кто входит в эту исследовательскую группу в нашем центре? В нашем центре, по сути, существует научно-клиническая группа по лечению нейробластома. Практически все участвующие здесь специалисты. Наверное, здесь как никогда велика роль невролога и реабилитолога, наверное, в первую очередь. В данном конкретном случае, разумеется, здесь первоочередная роль отводится представителям службы визуализации, нейрохирургической службы, представитель Сергея Сергеевича, и нашей неврологической группе, которая должна оценивать неврологический статус по определенным моментам, также оценивать данные визуализационных исследований, их корреляцию. И важно является то, что пока это регистрационные исследования, мы лечим пациентов так, как мы считаем, исходя из текущего принятого в нашем центре, пока по лечению пациентов с нейробластомом, а в последующем эти все данные, объединенные, групп с разными подходами, будут проанализированы для возможной оптимизации. Мне хотелось подчеркнуть, что это исследование направлено в длительное катанистическое наблюдение за пациентами для оценки отдаленных каких-то эффектов не менее 5 лет. Поэтому наше сотрудничество с реабилитационным центром в Роскополе будет только возрастать. Спасибо большое. У нас остается просто очень мало времени. Если позволите, у нас есть несколько вопросов, которые мы хотели бы осветить. И на самом деле у меня есть вопрос. Я очень внимательно это слушала. И поскольку Вы, безусловно, лучше меня ориентированы в ситуации, я бы хотела задать вопрос Денису Валерьевичу Шевцову как врачу, который стоит у постели больного. Скажите, пожалуйста, мы обсудили такой случай. Это случай исключительный или у Вас были такие пациенты? Спасибо большое. Спасибо вам за возможность участвовать и за вопрос. На самом деле пациенты такие были. Конечно, это не та только пациентка, которая стоит на потоке. Это не сотни больных. Но действительно такие пациенты были. Их было порядка, я думаю, 10-13 человек. И более того, из них, это за то время, которое мы наблюдаем в рамках функционирования центра Мирогачева. И несколько пациентов из них, это порядка 3-4 человек, были с уже внутриутробно развившейся нейробластомой и с внутриутробно развившейся компрессией спинной музы, как, например, вот тот клинический пример, случай, который сейчас Кирилл Сергеевич демонстрирует. Это ребенок, который к нам поступил в возрасте 10 дней с уже не функционирующими нижними конечностями, с зиянием ануса, то есть с полным нарушением тазовых функций. И опухоль была, опухоль развилась у ребенка внутриутробно. И компрессия непосредственно развилась внутриутробно. Это как раз та ситуация, о которой говорил Сергей Сергеевич, когда нам достоверно так и не удалось понять и выяснить, по объективным причинам, каково было время воздействия опухолевой массы, компрессии на спинной мозг. И в данном случае, несмотря на то, что достаточно на очень большом промежутке спинного мозга была выявлена серьезная компрессия, порой полностью перекрывающая спинно-мозговый канал, проведение хирургического вмешательства было не показано. как раз именно тот случай. И ребенку было проведено химиотерапевтическое лечение с очень хорошим эффектом. И несмотря на то, что мы понимали, что вероятность реабилитации функций и конечностей практически стремится к нулю, хотя стопроцентных прогнозов никогда мы не делаем, что касается социальной системы ее функционирования, мы все равно проводили реабилитационные мероприятия в полном объеме, насколько это было возможно. И на каком-то этапе даже начала прослеживаться некая динамика в отношении того, что какие-то минимальные движения в конечностях начали проходить. Тазовые органы контролируются? На данный момент, насколько нам известно, по катомистическим данным, полноценные тазовые функции не восстановлены, потому что все-таки длительность компрессии, по-видимому, составляла длительная дрейка. Возможно, это было не слабо. Кирилл Сергеевич, что мы видим здесь? Да, на этом исследовании мы видим забрюшимное образование, расположенное порой лотебрально слева, которое инвазирует через форуминальное отверстие позвоночный канал и полностью перекрывает просвет позвоночного канала. И встречаются участки, где мы не можем проследить дуральный мешок. Также дополнительно здесь отмечается инфильтрация в мышцы спины. Спасибо. Можно вопрос? Да. Денис Валерьевич, он в возрасте 10 дней поступил с выявленными неврологическими нарушениями после рождения или все-таки это было выявлено внутриутробно? Потому что сейчас все-таки скрининг всех беременных идет, и сейчас очень много опухоли. И у нас в центре есть, когда мы заранее планировали рождение ребенка. У нас даже программы есть. Да, программы. Вот у наших соседей в центре Кулакова и тут же добирали этого ребенка. Неужели это не было установлено во время беременности? Совершенно верно. Это было на поздних сроках выявлено наличие некого образования. Однако уровень распространения, объем распространения в спинномозговом канале, насколько нам известно, был неизвестен. То есть было заподозрено некое заброшенное образование и при рождении, когда врачи обнаружили полное отсутствие функции нижних конечностей, их реакции… Изъяния ануса. Да, изъяния ануса и так далее. То есть классическую симптоматику поражения спинномозгов на определенном уровне. Ребенок был к нам тут же направлен на специализацию. Коллеги, у нас столько еще интересных вопросов есть, но я так понимаю, что мы должны закончить. Если позволите, у нас нет ни одной лишней минуты после 12-ти, правильно, коллеги? Ни одной лишней минуты. Я бы хотела из такого списка большого вопроса, который есть, оставить возможность еще раз вернуться к хирургическому этапу лечения. И я знаю, что доктор Камратова хотела задать вопрос о хирургическом подходе. Да, мой вопрос предобращен к хирургу. Я хотела бы спросить Евгения Сергеевича. Поскольку речь уже шла об объеме необходимого оперативного вмешательства, у меня остался вопрос о хирургической тактике все-таки… О хирургическом доступе. Какой доступ предпочтительнее в данной ситуации? Ну, в хирургическом лечении пациентов с неробластом мы используем методики также и малобазимного хирургического лечения. Ну и, как и любая методика, у этой методики есть как показания, так и противопоказания. В данном случае мы использовали открытый доступ, потому что у пациентки было частичное влечение в опухоль сосудов правой почки, а также прорастание в позвоночный канал опухоли, что является хирургическим фактором низкой. Но на сегодняшний день, имея опыт хирургического лечения, около 227 пациентов – это все пациенты, получившие хирургическое лечение в нашей клинике за 5 лет в объеме удаления либо резекции неробластом. Примерно 26% всех пациентов были прооперированы, пролечены с помощью малоназимных хирургических методик. Но ни в коем случае нельзя применять данную методику, если есть риск нарушения онкологических принципов или ухудшения онкологического прогноза. Основные показания для применения малоназимных хирургических лечений – это отсутствие хирургических факторов риска, вовлечение патологических процессов магистральных артерий, сосудов, любого парорастания в злочный канал. В данном случае размер самой опухоли, то есть опухоль душной полосы должна быть не более 7 см, а в брудной клетке не более 8 см в наибольшем измерении и отсутствие открытых предыдущих массивных оперативных мешательств, что значительно может осложнить саму методику. Здесь операция прошла успешно без каких-то интероперационных осложнений. Все прошло хорошо. – Спасибо огромное. Нам добавили 5 минут, за что я очень благодарна, потому что у вас огромное количество вопросов. Я хотела передать слово Маргарите Викторовне врачу-детскому онкологу, очень опытному специалисту. У нее был вопрос, который она хотела бы адресовать, наверное, Денис Юрьевичу. Маргарите Викторовне, да? – Здравствуйте. – Спасибо большое за представление такого интересного клинического случая. – Денис Юрьевич, если возможно, ответить немножко на расширенный вопрос. Скажите, пожалуйста, основываясь на вашем опыте, если бы такой пациент поступил в стационар, но без клиники эпидуральной компрессии, все-таки в этой ситуации вы бы выбрали тактику проведения химиотерапии с энтероспинальным распространением, но без клиники компрессии спинного мозга? И, исходя из этого вопроса, второй пункт. Если бы клиника эпидуральной компрессии развилась на фоне проведения химиотерапии, в этой ситуации какие-то противопоказания к оперативному вмешательству были бы? – Спасибо большое. – Очень интересно, Денис Юрьевич, пожалуйста. – На самом деле, сложные вопросы. Если бы пациент поступил в похожую ситуацию с энтероспинальным распространением, но без наличия клинической геологической симптоматики требовало бы нефтесоказанного обсуждения, возможно, в этой ситуации мы бы, во-первых, не шли однозначно на нейрохирургическое вмешательство, поскольку к этому нет показаний пациента, не имеющего симптома. Скорее всего, в этом случае, после проведения комплексного обследования, пациенту было бы выполнено хирургическое вмешательство в объеме удаления забрешенного компонента опухоли с оценкой подтверждения гистологического диагноза, оценкой молекулярного генетического крови и опухоли и последующего обсуждения тактики ВИК. Хотя я могу сказать, что действительно принятие решения о введении пациента с интерспинальным распространением опухоли без симптомов, это всегда достаточно трудная ситуация, и здесь надо учитывать в том числе и возможность динамического наблюдения, возможности семьи, понимания семьи такого подхода, поскольку у таких пациентов мы всегда боимся, что любое малейшее увеличение интерспинального компонента опухоли может привести к уже неотложной ситуации, если появились симптомы в предыдущем лечении. Но в целом, такие пациенты могут, как в определенных обстоятельствах, остаться под динамическим наблюдением. Если говорить о ситуации, когда мы проводим химиотерапию, у нас нарастает неврологический дефицит, на моей практике это может быть, согласится, у нас был один подобный пациент, когда действительно клиника бурно нарастала, я хотел бы обратить внимание, мы об этом не говорили, когда обсуждали лечение, но пациенты, имеющие симптомы предварительной компрессии, требуемого значения кортикостероидов, поскольку они обладают выраженным противоречным эффектом и могут в радио сроки улучшить, ну, меньшую степень выраженности неврологического дефицита. И, как правило, пациенты, получающие химиотерапию с наличием предварительной компрессии, получают параллельную кортикостероидную компрессию для того, чтобы профилактировать дополнительный отек и нарастание неврологической симптоматики. Но тот пациент, о котором мы сейчас вспомним в контексте вашего вопроса, действительно имел бурное нарастание неврологических симптомов, что потребовало, несмотря на то, что это произошло в середине курса химиотерапии, проведение нейрохирургического вмешательства, и оно, в общем-то, это привело к последующим хорошим, достаточным неврологическим симптомам. Спасибо большое, коллеги. У нас осталось очень большое количество вопросов, касающихся и реабилитации, их очень много. И как надо взаимодействовать, и каково место врача-реабилитолога в междисциплинарной команде. Отдельных вопросов много по визуализации, в частности, по возможностям проведения визуализации в том или ином формате. Очень много вопросов из регионов, когда люди, Татьяна Викторовна, просят летом, весной, когда у нас будет конференция НАТГО, рассмотреть отдельный вопрос спидуральной компрессии и созданием каких-то рекомендаций для врачей, потому что вот нам пишут из одного из регионов, что такой ребенок не дошел бы до онкологического отделения. Он бы остановился в нейрохирургии, и совершенно точно его бы оперировали, даже не задумываясь о том, что у него есть какой-то еще компонент, расположенный вне стенного мозга, а где-то, наоборот, коллеги говорят о том, что семьи живут в отдаленных регионах в условиях недоступности помощи медицинской, и как сделать так, чтобы пациенты, наоборот, в течение очень короткого времени попали в руки врача. Но еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, огромное спасибо нашим резидентам, которые нас смотрели и слушали в других городах, в других странах и даже на других континентах. Я бы хотела в этот прекрасный предновогодний день передать слово Кириллу Игоревичу, Киргизову, ответственному секретарю национального общества детских гематологов и онкологов, руководителю одного из значимых и одного из самых важных отделов нашего центра. Пожалуйста, Кирилл Игоревич. Спасибо, Светлана Рафаэлловна. Уважаемые коллеги, уважаемый Президиум, мы в предновогодние недели хотели бы прежде всего от лица общества и нашего центра поздравить всех слушателей, которые были с нами в течение всего этого года в рамках цикла «Мультидисциплинарная педиатрия» и «Ведущие клиники России» поздравить с наступающим Новым годом. И не просто пожелать здоровья, успехов, карьерного, творческого роста, но и сказать, что национальное общество детских гематологов и онкологов и центр продолжает оставаться с нами, и наши образовательные проекты, которые включают и взаимодействие с Первым медицинским каналом, и издание российского журнала детской гематологии и онкологии, и образовательных циклов в центре выездных, все это будет продолжаться, и мы призываем вас принимать самое активное участие с использованием нашего сайта «Нотгоорг», «ФНКЦ.ру» и сайта Первого медканала. И в Новый год мы хотели бы презентовать открытку, которую подготовил Национальное общество детских гематологов и онкологов, которая будет поздравлять наших друзей и коллег с Новым годом и сказать, что автор этой открытки маленькая четырехлетняя девочка, страдающая нефробластомой. И она очень хотела изобразить петуха на этой открытке, но так как она еще очень маленькая, петух получился в виде ежика. Но мы хотели бы сказать, что мы, наверное, все такие, как детские гематологи-онкологи, такие вот ежики, которые медленно, иногда быстро, но всегда верно и ответственно, и прежде всего в плане интересов ребенка идем к своей цели, как вот этот ежик. А в виде яблочек и грибов у него на спинке мы несем знания в регионы. Поэтому мы хотели бы пожелать всем успехов, а пациентам выздоровления. И напомню, что у нас также продолжает работать наш короткий номер 3443. Сообщение дитя на этот номер вы можете отправить, чтобы поддержать наше общество и, конечно, вступить нам на сайте. И для заключения хотелось бы передать слово Светлане Рафаэльне. Спасибо большое, Кирилл Игоревич. Кирилл Игоревич, стоит поздравить с тем, что он стал лауреатом премии «Лучший лектор» на Первом МедТВ в 2016 году. Я хочу сказать, что абсолютно правильная тенденция объявлять, не следовать канонам, как мы это делаем, всегда объявлять символами тех, кого мы считаем нужными. Поэтому у нас объявляется Новый год ежа. Я думаю, что это правильное решение. И мы поддержим наших пациентов, но не все из нас умеют рисовать петухов, поэтому мы за ежей в этой ситуации. Поблагодарить всех врачей и сказать, что нас ждет крайне интересное совещание весной. И мы ждем ваших отзывов для того, чтобы понять, хотим мы продолжить этот разговор или нет. Из того, что я получаю уже всегда, я понимаю, что мы хотим продолжить этот разговор и задать все вопросы. У нас просят уже отдельный разговор. Это очень важно, мне кажется, по методам диагностики. Нам спрашивают отдельный разговор, Юрий Николаевич, по технологии ММБД-диагностики. У нас есть отдельные вопросы, касающиеся неврологического статуса пациентов, не только с этим заболеванием, но и с другим. Вот сейчас только что пришло информационное сообщение, что очень люди ждут отдельного разбора по хирургическим технологиям. Ну и, конечно, все очень заинтересованы в реабилитации и все хотят разборов по реабилитации, ранней реабилитации, реабилитации второго этапа. Спасибо всем огромное!